МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! Салам всем, кто нас смотрит. Это передача «Живые истории» на канале РГВК «Дагестан». И с вами, как всегда, Саид, Загра и Зарипат Кура Магомедова. Мы благодарим наших постоянных партнеров «Зоомагазин Фауна» за содействие в организации съемок. А начнем мы выпуск с разборов радиологизмов. Существует много выражений, которые мы используем ежедневно, и там, так или иначе, упоминаются животные. К нашим питомцам непосредственного отношения, конечно же, эти фразы не имеют, но они помогают нам выразить наши отношения к происходящему. Ну, например, как фраза «Денег куры не клюют». Одно из моих любимых. Так говорят, когда у человека много денег. Саид, не гони лошадей. Это точно не про меня. Я всегда подхожу к Симу спокойно. Ну тогда не тяни кота за хвост. Нет, вот к кошкам у меня особое отношение. Я их люблю на расстоянии и за хвост не дергаю. Ага, делает вид, что не понимает, о чем идет речь. Я прекрасно все понял. Разве я выполняла задание не вовремя? Что касается редакционного задания, Саид, ты всегда все делаешь вовремя. Вот в чем в чем, но в этом упрекнуть тебя мы точно не можем. Слышала, вот так-то вот. Хорошо. А у тебя кошки скребут на душе? Не-не-не, это точно не про меня. Я не тоску от грусти и вам не советую. А еще мы вам не советуем ползти, как черепахи. Иначе ничего не сможете сделать в этой жизни. Черепахи, может, и успевают. Они же под 300 лет могут жить. Представляю себе, если они растут все время, каких размеров может достичь моя черепаха? Ребята, все не так-то просто. Поэтому давайте для начала расскажем об их происхождении. Черепахи – один из четырех отрядов присмыкающихся, ископаемые останки которых прослеживаются уже на протяжении более 220 миллионов лет. Отряд содержит более 300 современных видов. Они группируются в 14 семейств и два подотряда. Черепах также подразделяют на морских и наземных, а наземных, в свою очередь, на сухопутных и пресноводных. Встретить их можно в тропической и умеренно-климатической зонах почти по всей земле. И живут как в воде, так и на суше. Вопрос о происхождении черепах до сих пор остается открытым. Условно, их предками считаются пермские котиалозавры – небольшие животные, похожие на ящериц. Но есть мнение, что черепахи произошли от особой группы парарептилий – потомков дискозаврисков. Первая известная науке черепаха появилась 220 миллионов лет назад. Эта черепаха имела только нижнюю половину в панцире, а во рту у нее были зубы, в отличие от черепах, которые мы видим сегодня. А какие черепахи существуют сейчас? Из 26 известных науке семейств черепах сегодня можно встретить лишь 12. Известно множество ископаемых видов, среди которых крупнейшими сухопутными черепахами были представители рода миолания. Длина их панциря – около 2,5 метров. Они имели огромный, практически одной длины с панцирем мощный хвост. Он был усажен двумя рядами костных уплощенных шипов, а на концах их треугольных черепов располагались длинные притупленные рога, направленные назад и вбок. Да уж, моя черепаха, конечно, отличается от них. Ребята, крупные черепахи можно встретить и сегодня. Взять, к примеру, кожистую черепаху. Длина ее панциря достигает 2,5 метра, а масса тела может превышать 900 килограмм. У крупнейшей достоверно известной кожистой черепахи полная длина тела составляла 260 сантиметров. А пресноводные как-то отличаются от морских? Да, Саид, пресноводные, как правило, мельче морских, но среди их представителей можно встретить особи, длина тела которых достигает до 2 метров. Самый большой из известных науки черепах считается жившая в меловом периоде морская черепаха Археллон. Размер одного из обнаруженных скелетов этого вида достигает, как бы вы думали, сколько метров? 4,5 метра. А предполагаемая масса тела этой черепахи более 2 тонн. А есть данные о самой мелкой черепахе? Самой мелкой черепахой считается капская крапчатая черепаха из Южной Африки. У самок длина карапакса достигает 11 сантиметров, а масса тела 241 грамм. Так, давайте уточним, что такое карапакс. Я-то знаю, но вдруг для наших телезрителей это новое слово. Карапакс – это название спиной части панциря. Панцирь – наиболее характерный видимый признак черепахи, отличающий ее от других рептилий. Он очень прочен. У некоторых видов он выдерживает тяжесть, в 200 раз превышающую массу самой черепахи. Чаще всего панцирь имеет два слоя – внутренний – костный, и наружный – кератиновый. Костный слой панциря составлен из пластинок, а роговой – из щитков. Высокая прочность панциря объясняется тем, что границы между внутренними пластинками и наружными щитками не совпадают. Панцирь состоит из спинного щита карапакса и брюшного пластрона. Костная часть карапакса образована костными пластинками, сросшимися, как правило, с ребрами и позвоночником. Второй у подавляющего большинства черепах образован грудиной, ключицами и брюшными ребрами. Сверху у большинства черепах панцирь покрыт симметричными роговыми щитками, и только у некоторых видов, таких как мягкотелые и кожистые черепахи, его покрывает плотная кожа. Панцирь новорожденных черепах обычно бывает мягкий, но с возрастом он твердеет. А ты знаешь, что у черепах панцирь очень чувствительный? Да, он очень чувствительный. Когда я трогаю свою черепашку, она быстро реагирует. Ну, нам хотелось бы узнать, как зовут черепаху и сколько ей лет. Мою черепашку зовут Алекс, ему уже три года. То есть это мальчик? Да, это мальчик. А как Алекс появился у вас? Я даже не ожидала, что у нас будет дома черепашка, но вот одним вечером мы сидели и смотрели мультик «Мадагаскар». Приезжает папа и говорит, я вам принес подарок. И вдруг мы смотрим, а там черепашка. Папа привез ее в специальном контейнере. В этом контейнере были уже камни, ракушки, и там была черепашка. Мы сначала даже не поверили, но потом оказалось правдой. Вот каких размеров она тогда была? Я так полагаю, что за три года она выросла? Да, она была вообще маленькая, вот такой была. А сейчас смотришь, уже три года прошло, она уже такая большая. Загра, но она же, наверное, у вас не постоянно живет в таком бокале? Это ты нам показать привезла? Да. Нет, нельзя черепах держать в таком бокале. У нас дома аквариум. Он должен быть возле подоконника. Это обязательно, так как туда должны попадать солнечные лучи, чтобы черепашке было комфортно. Утром мы открываем окно. Также из жалюзи, чтобы на нее попадали солнечные лучи. Ну скажи, Алекс всегда такой активный? Мы пока вот рассказывали о происхождении. Он уже и вылезал. Он там бараскался, да, и вылезал. Он себя так ведет, потому что он находится в маленькой вазе. Ему как-то там неприятно. Но скоро он домой приедет, я окажется в аквариуме. Алекс, еще чуть-чуть, вот буквально покажем тебя нашим телезрителям и отпустим. А, еще хотел сказать, а вы откуда вот придумали, взяли это имя, Альф? Это самое интересное. Я, когда папа приехал, мы смотрели мультик «Мадагаскар». В этом мультике главный герой – это лев, Алекс. И я подумала, может его так назвать? Такс, нам интересно, чем ты его кормишь. Это засохшие червяки. То есть это специальные червяки? Да, специальный корм. Но есть еще и другие кормы. Загра, скажи, пожалуйста, Алекс, кусается больно? Да, очень больно. Мы один раз пробовали. Он кусается, а потом через минуту отпускает. То есть он держится? Да, он держится. Саид, попробуешь? Нет? Ну, как-то мне очень хочется. Прикольно, кушай. Ой, вот. Не может поймать. Да, уплывает. Поймал. Все, съел. Вот теперь, надеюсь, мы сможем его вытащить. Вообще, мне кажется, будет правильно, если это сделает Загра, потому что, ну, мало ли, мы можем поранить его, потому как мы с собой еще с черепахами. Да, ну, мы с Заграми не общались. Загра покажи нам. Ой, я его тоже могу поддерживать? Господи, 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 у меня перерыва черепаха. Сейчас он кусается. А-а-а! Просто ты смотришь, и оттуда на тебя такой рот. Не, я думаю, это самые такие безнабитные создания. Тоже сначала думали. Это Алекс такой, он же король. Ребята, я вам скажу, черепаха одним своим видом может отпугнуть любого вредителя от себя. Мне кажется, с ними лучше дружить. Нет, надо было, оказывается, пощупать, чтобы понять. Если я его вот так вот возьму, как-то можно... Его держать надо, потому что кусач. А то получится. Да. Я его держу. Я это сделала, я его держу. То есть вот так вот просто по ладушке ходить, это не про них история, да? Нет. У вас очень руки держат. И самое главное, говорят, что черепахи очень медлительны, но на самом деле нет. Да я обратила внимание. Когда ее ставишь на пол, она мигом, говорит, за минуту ее больше не будет больше. Была такая одна теория про то, что архиллес, если находится в начале гонки за черепаху, он никогда ее не обгонит. Так что вполне может быть. Так, с черепашей бега мы не будем устраивать, но попробуем посмотреть, как она двигается. Все, она сейчас... Она вот на это место все сказала, все тихо, она... Что нам делать? Вы думаете, это вообще реально? Так. Она сейчас вон дымает. Не, вы посмотрите, вы посмотрите, как двигается. Она плывет. Я думала, ходить будет. Не-не-не-не, прекращай, прекращай, не делись со мной. Чуть было не узко. Она еще отбивается от моих рук. Вот именно. Даже вы не представляете, какое сильное животное. Ага. Ты думаешь, я тебя боюсь? Уже не боюсь. Мы отпускаем его. Да. Да. Какие мы смелые, когда черепаха там. Алекс, прости нас за эту экскурсию небольшую. Мы тут вскользь говорили о черепашьих бегах. И есть еще очень много интересных фактов о них. Поэтому давайте посмотрим. Черепаха является популярным персонажем африканских сказок. Ей приписываются сверхъестественные способности и причастность к магии. Форма черепахи вдохновляла многих скульпторов. Каменные черепахи уже более полутора тысячи лет. Гордо несут стеллы китайских императоров. Они украшают фонтаны в Италии и Испании. А 21 мая 2009 года в латвийском городе Даугавпилс был торжественно открыт памятник европейской болотной черепахе. Самые популярные современные черепашки – это черепашки-ниндзя. Вымышленная команда четырех друзей находит выход из любой ситуации. Следующий герой – великий Атуин. Вымышленная гигантская черепаха, на спине которой происходит действие в плоском мире Терри Пратчета. По сказке Сергея Козлова был создан мультфильм «Как львенок и черепаха пели песню». Эта песенка сразу стала популярной. А я предлагаю в заключении посмотреть мультфильм про черепашку. Жил в Африке львенок. Звали его... Мяу. Да-да, его так и звали. Мяу. Вот вышел он однажды погулять по пустыне и встретил... Большую черепаху. Черепаха лежала на солнышке И мурлыкала себе под нос веселую песенку Слышите? Я на солнышке лежу Я на солнышко гляжу Все лежу и лежу И на солнышко гляжу Какая хорошая песенка Я подойду поближе И он подошел поближе А черепаха мурлыкала себе под нос Не замечая львенка Потому что глаза у нее были закрыты от удовольствия На сорок-рок-рок идет Крокодил-дил-дил плывет Только я все лежу И на солнышко гляжу Львенок подкался совсем близко Лег на песок рядом с черепахой И приподнял одно ухо Ну да, чтобы лучше слышать Рядом львеночек лежит И ушами шевелит Только я все лежу И на львенка не гляжу Черепаха допела песню И открыла глаза Здравствуй Я большая черепаха А ты кто? А я львенок Р-р-р-мяу Мне очень нравится твоя песенка Я на солнышке сижу Я на солнышко гляжу Все сижу и сижу И на солнышко гляжу Не сижу, а лежу Это ты лежишь, а я сижу На солнышко гляжу Забавные, конечно, друзья Львеночек и черепашка Но нам, к сожалению, пришло время прощаться Мы благодарим зоомагазин Фауна За содействие в организации съемок И еще раз напоминаем Всем нашим телезрителям Если вы пропустили какой-то момент Или хотите посмотреть передачу еще раз Это можно сделать на официальном сайте Нашей телекомпании По адресу А с вами были Загра Саид И Зарипат Курамагамедова Мы говорим вам Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok